В средствах массовой информации появляется большое количество фактов, свидетельствующих о подготовке провокаций 14 октября в городах Украины. Среди них два крупнейших города Юго-Востока – Харьков и Одесса. Говорят, что провокации будут направлены против православных храмов Московского Патриархата. Подобные обращения появились в интернете несколько дней назад. Их распространяют пророссийские организации и активисты антимайдана. Организаторы марша УПА подобные заявления называют информационной войной. Мы все харьковщане, мы живем в этом городе и не хотим допускать здесь никаких погромов, тем более погромов в церкви, но это абсурд. То есть все это направлено на то, чтобы накалить обстановку. Ошалевшей толпы у нас уже давно произошла фильтрация, у нас таких нет. У нас 80% людей правого сектора – это люди с высшим образованием. Во время традиционного марша УПА будут чествовать не только воинов-повстанцев, но и бойцов, которые сейчас воюют за целостность и суверенитет Украины. Мероприятия одновременно пройдут в Харькове, Киеве и Одессе. Сегодня вся Украина, украинская повстанческая армия, в том числе не только воины, которые воюют, но и население, которое помогает, волонтеры и даже блогеры, которые сидят за компьютером и отбивают атаки информационной войны. Планируется, что в Харьковском марше примут участие около 3000 человек, как представители патриотических организаций, так и общественность. Порядок на мероприятии будут обеспечивать 1200 сотрудников милиции, военнослужащие нацгвардии и представители общественных формирований. Я надеюсь, что и организаторы вместе с участниками также воздержатся от использования пиротехники, которые в центре города некоторые граждане вызывают ассоциацию с войной или еще с чем-то таким. Поэтому прошу воздержаться от пиротехники. И если это мирная акция, то я надеюсь также, что будут лица открыты. Организаторы надеются, что празднование 72-е годовщины со дня основания украинской повстанческой армии не превратится в политическую акцию. Поэтому участников просят приходить не с партийной символикой, а патриотической. Елена Захаренкова, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».